Самооборона у меня сейчас выглядит как оборона ума от навязанных каких-то иллюзий, убеждений, от мыслей, скажем так, оборона. Мысли, они тебя захватывают, делают захваты, бьют тебя, подчиняют тебе, порабощают тебя, и все, и ты попадаешь к ним в заложники. То есть задача духовной самообороны развить себе в такую дистанцию, держать пространство, создавать себе, чтобы тебя никакая мысль не атаковала. И избавиться от тех террористов, которые тебя захватили и там сидят уже. Ну, как бы вот такая трансформация самообороны, которую хрен кто поймет. Ну, опять же, можно. Я могу любую вещь рассмотреть через эту призму, понимаешь? Любую. Ну, о чем мне не скажи? Макс Степанов, с Иисус Богом, и он его преобразил. Слушай, я безумно рад тебя увидеть, честно говоря. Я прям вообще, я случайно, буквально думаю, зайду, посмотрю, что он на самообороне. Творится. Ну, так просто, знаешь, исключительно посмотреть, может быть, на занятия, походить и так далее. Думаю, интересно, и чего у Макса там? Я помню, что ты уехал. Вот. Не знаю, вернулся ты или нет. Ну, тогда не знал, вернулся ты или нет. И поэтому зашел на канал, посмотрел, но ты и понял, что, блин, слушай, мне на самом деле интересно то, о чем ты говоришь. Вот. Ну, безумно. Потому что я, кстати, посмотрел несколько роликов твоих, которые вот связаны тоже с какими-то такими духовно-эзотерическими вещами. И вот, мне показалось, классно было бы с тобой просто поговорить на эту тему и обсудить такие вещи. Интересно узнать какое-либо твое мнение или вообще твой опыт. Вот. Конечно, хорошо. Слушай, ну ты, получается, ты продолжаешь свою деятельность, я правильно понимаю? Вот то, что связано с боевыми искусствами как-то? Или ты сейчас немножко вообще ушел в другую историю? Нет, я зарабатываю деньги тренером. Как тренер? Я тренирую, да. Ну, я это просто даю как бокс. Ребята, я тренирую бокс. Это понятно просто, проще людям. Чем объясняешь, что такое самоборованное данное. Ну и в Европе, видимо, это не настолько актуально. Ну, самоборованное, зачем? А бокс это нормально, всем понятно. Для здоровья, для души. Быть сильным. Защищаться. Бить рукой. Вот и все. Поэтому продолжаю, конечно, но это же мой, так сказать, способ заработка. Моя профессия и возможность работать. Ну это круто, круто, круто. А самоборона? Ну еще и вот, да, самоборона. Ну, кому нужна самоборона, я говорю, да, могу самоборонить лучше. А так, я тренирую только персонально. У меня здесь нету групп. Я пытался навесить эту группу, но это очень сложно, и я перестал это делать. Персональные тренировки даю, и все. Именно по боксу, но я говорю, если хотите бить рукой, или ногой, или бороться, то это я тоже могу вас научить без проблем. Ну, говорю, ну лучше начать с бокса. Как-то проще, понятно. Это, знаешь, это как есть такое понимание качества. То есть, вот, неважно, в какой точке мира ты находишься, условно, если у тебя есть качество, которое заложено в тебе, ну, условно, твое предназначение, которым ты владеешь, тебе без разницы, куда тебя поместят, да, там, в Таиланд, в Братиславово, в Москву, там, или куда-то там, в Америку. Ну, у тебя есть талант определенный, который ты вот таким образом реализуешь. Да, ну, надо язык знать. Если ты хочешь занимать местное население, нужно язык. А я, ну, это очень проблемка, на самом деле. То есть, все твое предназначение, оно может просто разбиться на языковую среду. Весь такой, прям, весь такой предназначенный такой. А тут, бах, я просто понимаю, ты все. Ничего не можешь с ним поделать. Поэтому я тренируюсь в основном на русскоязычных. Украинцы, по большей части. Вот русские иногда забегают, ну, очень редко. В Словакии иногда тоже, ну, бывает, я тренируюсь. Но, в основном, конечно, на языке, на котором я могу это подавать. Это, на самом деле, для многих такой некий шаг в неизвестность, когда ты попадаешь в среду, которую ты не знаешь, когда ты, может быть, языка не знаешь, там, да, вообще не знаешь, что делать. Но, то, что ты сделал этот шаг, это, конечно, круто. Круто. Слушай, а по поводу самообороны, там, ребята не тренируют, да, они сейчас, или они остались, как бы, как самообороны? Ну, наверное, уже год, как я особо на эту тему даже не выходил на связь с Максом. Там Максим Шанков оставался, он, как бы, ну, мой ученик и препод, и я не знаю, чем лучше заниматься. Ну, то есть, на тот момент, когда мы с ним последний раз общались, это было сложно, тяжело, трудно. Как-то меня перестало это интересовать самого, видимо, тоже. И я потерял такой интерес. Поэтому, ну, зарабатываю денежки еще дополнительно, вот, интернет, ну, дистанционный. Я понял, что, вот, ковид, помнишь, коронавирус начался? Да, 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 да. И все стали задумывать, а что же делать-то, как жить дальше? Вот. И это тоже меня коснулось, потому что, ну, как денежки зарабатывать, так или иначе же надо как-то существовать. Поэтому, что-то такое, я там пытался, это уроки, там, онлайн, там, еще что-то раскручивать на ютубе, еще куда-то. И так потихоньку-потихоньку, ну, видишь, мир меняется в сторону этих цифр, виртуальной реальности. Да, да, вот. И я вот как-то вот где-то вот год назад тоже начал заниматься, непосредственно проводил курсы онлайн, телеграме несколько курсов провел. Потом у меня на обучении сейчас тоже индивидуальные есть ученики. Не по самобороне, вот именно уже такое, как это называется, избавление от страданий. Принесение, принесение ясности, ясности в жизнь. Как вот недавно, вот, он сейчас занимается у меня парень, он назвал, что, говорит, твоя работа, вот этот наставник, ее можно сказать, трабл-шутер, ну, это он там, он из Норвегии, поэтому он это, какие, знаете, красивые слова. Трабл-шутер, который решает эти проблемки, там, проясняет, что делать, что не делать, я вернувшись, ну, окей, пускай будет так называться. Как бы это ни называлось, это менторство или там коучинг. Я тоже проходил курсы по коучингу, поэтому тоже имею понятие, что это такое. Так что, короче говоря, я типа в духовной сфере, да, наставник. Тоже моя еще одна работа. Не вижу, так сказать, никаких противоречий между своей тренинской работой, да, как телесное что-то и как духовное, потому что я это не разделяю. Тело-ум это одно целое, и можно через тело и, ну, до ума достучаться, и через ум подойти. То есть с разных сторон нужно прийти к какому-то балансу и к пониманию того, что все едино. Вот как бы вот так, так сказать. И поэтому боевые искусства для меня, да и они и были, получается, вот старые книжки смотришь, которые я писал, там уже, по сути, я прописал свой алгоритм весь, как бы, как буду развиваться дальше. Такой наколдовал себе, наванговал, что я буду к этому идти, к этой мудрости, да. Потому что самооборона, я там тогда уже писал, что самооборона само, это вот как нечто само, которое нужно познать и принять, и где эти границы того самого, от где они начинаются, в чем это выражается и от чего это самообороняется. Ну, то есть вот такой, как бы, круг и так далее. То есть уже такие философские там были, какие-то задачи поставлены, которые, в общем-то, решены, и теперь. Сегодня мне вопрос задавали в Телеграме, мои взгляды поменялись по сравнению вот с тем, что я писал в книге тогда, прикинь. Я говорю, я не понял, что я вчера говорил, а ты меня спрашиваешь, что я, ну, в восьмой главе там что-то написал, ты и поменяли свои взгляды. Абсолютно нормально, что у людей меняются взгляды. Если у кого-то они не меняются, но что-то это как-то ненормальная какая-то херня. Человек-маньяк однозначно. Ты сейчас что-то пишешь, да? Да нет, я больше говорю. Я говорю. Говорящая голова. Я иду на прогулки и что-то рассказываю. Я либо записываю на видео, либо записываю на аудио. Там в Телеграме просто это очень удобно делать. Либо какие-то кругляши. И потом это аудио, вот мне просто недавно такая мысль пришла, там очень много наговорено уже от таких аудиоподсказов. Куда-то им давать ножки. То есть, либо текст делать, это транскрибация. Там есть в Телеграме, если ты премиум покупаешь, там можно текстик, чтобы появился. Протом такой корявенький, но можно там обработать его, чатик GPT, подключить, короче, что-то там доделать. И там может получиться некий материал для новой книги. Ну, как бы, в идеале, да? Не обязательно, но как получится. Может пойдет, может нет. Это будет, конечно, книга, опять же, не художественная, и она будет не про самооборону, она будет... Хотя, как понимать самооборону? Я-то теперь ее вижу как духовную самооборону. Понимаешь? То есть самооборона у меня сейчас выглядит как оборона ума от навязанных каких-то иллюзий, каких-то убеждений, от мыслей, скажем так, оборона. Мысли, они тебя захватывают, делают захваты, бьют тебя, подчиняют тебя, порабощают тебя. И все, и ты попадаешь в них в заложники. То есть задача духовной самообороны вот как бы развить себе в такую вот эту дистанцию держать, пространство, да, создавать себе, чтобы тебя никакая мысль не атаковала и избавиться от тех террористов, которые тебя захватили и там сидят уже. Ну, как бы вот такая трансформация самообороны, которую хрен кто поймет. Ну, опять же, можно. Я могу любую вещь рассмотреть через эту призму, понимаешь? Любую. Ну, что мне не скажи. Сказку про колобку Атом или что угодно. Слушай, а вот интересный момент. Вот ты просто некоторые уже тезисы выделил, ну, вот по поводу ума, там, по поводу того, ну, как бы вот соединения, да, ну, я бы назвал это, может быть, соединение материи и духа. Вот у тебя, скажи, у тебя есть какой-то свой, какой-то духовный наставник или ты учился где-то или еще что-то. Ну, то есть, или ты исключительно, ну, как-то оно у тебя само собой родилось и это потом уже как-то подкрепилось и так далее. Хороший вопрос, Мартем. Хороший вопрос. Пум-пум-пум. Ну, если рассказывать вот так, знаешь, с человеческой точки зрения, ну, такая некая, как история, да, такая линейная, стори-теллинг, да, то поначалу думаешь, что, типа, я сам тут с усами справлюсь, как бы доберусь, достучусь, просветлею, пробудюсь и осознаю. И оно, по сути, так и есть. То есть, это вот стремление, оно уже у меня всегда было, ну, как бы с детства, я, сколько все помню, тяготение туда к философии какой-то вот индийской, там, религии, к буддизму, к виданте Адвайте, такие вещи. Учение недвойственности. Вот. И я читал очень много на эту тему, там, и книжек, и медитировал. К тому же, опять же, восточные боевые искусства, что это такое? Ну, это же тоже, там, дзем-буддизм, медитация. Да-да-да. Работа с психикой, вот это вот. Ну, это же там все очень намешано всего. И я думаю, ну, зачем эти наставники? Ну, так мне мысль даже не приходила такой в голову. Но год назад я решил все-таки, да, обратиться за помощью. Угу. И у меня появился наставник. Но, как говорится, когда ученик готов, приходит учитель. Понимаешь? То есть у меня бы не было этого учителя, если бы я сам, как бы, ну, не был в стадии такой принятия, ну, вот готовности, да, стать учеником. То есть здесь уже, как бы, пошел процесс до того, когда же появляется учитель, у тебя, когда появляется готовность, стать учеником, понимаешь, да? То есть это уже какой-то момент сдачи. Ну, то есть как бы смирение и принятие того, что я не справляюсь. Ну, как бы, мне нужна какая-то поддержка. Мне нужен какой-то пинок, где-то надо что-то посвятить. Вот и все. И да, появился наставник. Угу. Он у тебя против славы? Или ты имеешь в виду... Нет, слава интернету, да. То, что есть интернет. Он в Киеве, ну, с Украины, сейчас там не в Киеве, а в окрестностях живет. Его зовут Дассей. Так на ютубе так и называют. Меня зовут Дассей. Он там давно уже. Да, Сергей Дассей. Вот. И я к нему обратился за помощью. У него, ну, просто понравилось. Там же много разных, так сказать, учителей. Вот. Ну, почему-то мне он приглянулся какой-то такой подход его. Ну, какой-то рациональностью, понимаешь? То есть без улетов всякой эзотерической, слишком, да? И без коренов там психологию. Типа там Зиммут Фрейд, там начинается, знаешь, там они как опашисты там разные, там хвастаться словами, там. Ну, короче, видно, что там такая рисовка, такие понты вот этих психологов. Что там много-много набирают, знания, знания. Я прошел эту ступень дистальтерапия, телесно-ориентированная терапия, там еще чего-то, там гипноз, подсознание, сознание. Хую-моё. И, короче, в голове такая каша, потом белиберда. Ну, и по сути, я вижу этих психологов, тоже они как, ну, ебанутые люди в основном. Они идут туда полечить себя сначала, в первую очередь. Мотивация какая. Почему они идут на психологию учиться? Потому что у них самих проблемы, они пытаются тем образом найти. Но в результате они попадают еще больше дебри. К сожалению. Вот. Или ребята идут в эти самые, в эзотерику, там, в духовное, там, просветление, там. И там тоже трэш, там уходят такие крайности тоже. Закры начинают там, какие-то открывать. Какие-то уровни там у них всяких, сам нирваны там. Ну, короче, там тоже бред. Это я к тому, что Дасей где-то посерединке. Это мне, типа, это круто, это нормально, это мне как бы отзывается. Ну, а он все, вот. Он относится к какому-то течению или он как бы тот, ну, сам по себе? Он ученик Сергея Тулакута. Ну, так он себя. Что-то, что-то знакомо. Это старинный постсоветского пространства Сергей Тулакут. Русский, так сказать, тренер-учитель Адвайты. Ну, еще, слово Адвайт, оно, блин, ну, надо идти прям в историю. Есть даже термия Нео Адвайт. Ты в курсе, что такое? Да, да, да. Не, я знаю по поводу Адвайт. То есть, ну, как бы, я знаком с этим совсем. То есть, ну, у меня есть понимание этого. Да, 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 да. Ну, это учение о недвойственности. Но оно изложено уже современным языком. Появилось очень много учителей современных именно. Там, Юрия Миничихина. Там, да, многие-многие сейчас, скажи. Ну, Тулакут среди них очень такой прям, ну, интересный. Он очень оригинальный. И его манера, она мне тоже, как бы, импонирует. Она такая простая. Ну, и прям четко вот туда, куда надо. Вот. А это называть можно как угодно. Адвайт, это мне, адвайт. Просто такое слово прижилось, как-то, и все. Можно, например, можно хоть этот дзембудизм, чанбудизм. Тоже нормально, тоже пойдет. Где-то рядышком. Я понял. Просто я смотрю, как бы, ну, вот, я видел несколько роликов твоих. Ну, как я понимаю, ты, понятно, к этому идет определенный путь. Он достаточно долгий, да, вообще, ну, духовный путь. И потом ты в какой-то момент, ну, я смотрю, там, последние ролики, это у тебя, как бы, уже употребляются там термины самадхи. Да, то есть, ну, как бы, ты, ну, понимаешь, понимаешь эти вещи. Я, кстати, посмотрел ролик твой связанный с самадхи и посмотрел этот, еще где-то отвечал на вопрос, тоже там интересный момент. Ну, кстати, вот интересно, ты через медитацию тоже, ну, как я понимаю, ты вот этот момент самадхи, ты его прошел, да, правильно? Угу. Вот. И вот ты пришел через медитацию, через Адвайт, опять-таки, да? Или как, или как-то... Ага, ну, да. Да, и смотри, вот я тебе начал в эту историю рассказывать, как с точки зрения человеческой, да, ну, историю, да, как некая линейная такая, да? Ты говоришь, а что повлияло там, ты сам или учитель, или там... Оно как бы все, понимаешь? Угу. Ну, да, да, да. Оно как бы так все складывается, что, ну, вот... так просто происходит. То есть, если, допустим, я говорю, я скажу кому-нибудь, Артем, надо делать вот так, вот так, вот так. А оно как бы не факт, что так получится, знаешь, у тебя. Поэтому это такое очень индивидуально, и уражда будет, это очень особенно. Но есть определенные принципы, да, какие-то определенные, ну, то, что должно быть. Или, по крайней мере, то, что, по идее, даст, как бы, ну, результат. Ну, и дает результат, так или иначе. Другое дело, что это такой процесс, который, ну, на каком-то моменте он может как бы откатиться обратно. Ну, как и было у всех у жизни, как и я тоже, там, тык-пык-пык-пык, вот так вот. Много-много лет, до 50 лет, я туда-сюда. Вот, поэтому, пока, ну, что-то не включится такое, что уже все, ну, типа, все, обратной дороги нет. И ты ведешь. И каждый раз, что-то там, узнаешь. Ну, там, что-то постигаешь. Типа, поэтому так, как это происходит. Ну, сама-то это тоже просто переживание, понимаешь? Просто такой накопительный эффект. У тебя там что-то накапливается, накапливается. Да, конечно же, в результате медитации и практики. Иначе это никак не приходит. То есть, ты можешь много тем знать, чего-то еще узнавать, еще послушать, вот, и все, что-то там уже есть. Но это все... Но пока не будет практики, пока не будет практики, да, ты имеешь в виду? Ну, конечно. Ты не начнешь стучаться в эти двери. А потому что это... Ну, вот, как тебе объяснить? Там просто другой уровень понимания. Ну, как бы, оно меняется с помощью такого инструмента как медитация и самоисследование. И работа с наставником, потому что... Ну, сам можно запутаться. То есть, ну, представь, ты там в паутине вот это все у тебя там... И ты пытаешься сам выбраться. Это тяжело вообще. Это нереально почти. Поэтому... Может быть, кто-то там и сам выбирается из этого всего. С другой стороны, роль наставника, как будто бы она такая... Ну, ни о чем. Незаметно, неприметно. Тут, поэтому, может быть, мистически, знаешь, наверное, это его там поле присутствия влияет там, это поле присутствия, там, сознание, это оно же едино, да, можно так объяснять. Но пока ты не выйдешь за вот эти все объяснялки, ты так и будешь там вот путаться. Вот когда себе вопрос отвалится, так вот, как бы, может быть, да, вот тут уже вот есть нечто. А пока ты будешь пытаться найти в этом какую-то причину-следственную связь, ну, типа, будет некая такая неудовлетворенность. Короче, чтобы вот это прям, ну, познать, ну, обнаружить это, нужно заниматься трансформацией вот этого мышления, копаться в себе, а это делать через медитацию, и через самоисследование, и рассмотрение, вот это, оправдали ли это, а это откуда взялось, а так ведь на самом деле. То есть там очень много вопросов приходит задавать, и, конечно же, кто-то тебе в этом поможет, если это будет, и тогда, и тогда, наверняка, вдруг запляшут облака. Ну да, это, знаешь, мне тоже кажется, что это такое соединение с одной стороны того, что ты стучишься в двери, точнее, выйти, Да. Вопрос того, кто их откроет, понимаешь? Да. Это как вот, я говорю, когда вот, помнишь, картина, пальчик, к пальчику тянутся, боженька, и там человечек. Вот это синергия называется, христианство, по-моему, синергия. Я, знаешь, я, честно говоря, не помню, кто художник, у меня, кстати, стоит, знаешь, на телефоне, как раз эта картинка, ну, это, как раз пальцы, вот эти, и там, знаешь, там есть такой момент очень интересный, значит, рука Бога, она вот такая вот, прям нацеленная на тебя, и рука человека, и она как бы, находится в этом состоянии, да, она вялая такая, ему только необходимо, ну, как бы, протянуть палец, да, и он уже соприкоснулся с Богом. Да, в принципе, в этом образе так оно и есть. У меня, знаешь, еще, кстати, к тебе вопрос интересный, вот ты упомянул медитацию, ты сейчас практикуешь что-то, но как бы по своим этим. А вот смотри, тут вообще, это вот то, что я самоборону развивал, и копался в ней, и стал ее понимать, и пытался рассказать, что это такое, также обстоят дела с духовностью, и с просветлением, и с медитацией, а именно, просто 99% это какая-то, ну, в головах у людей просто кашу. И поэтому говорю, медитация, а что ты имеешь в виду под словом медитация? Понимаешь? И вот начинается работа. Ну как, медитация, это же, ну, там, чакра, или что, а у тебя какая медитация, это что? Визуализация, или что? Иначе мы просто не сможем говорить, ну, о чем мы говорим. У тебя свои представления, да? Да, смотри, вот я разделяю медитацию, может быть, ну, так, основные на два типа. Первое, это не медитация, это концентрация, когда мы условно акцентируем наше внимание на дыхании, например, на бежброви, ну, то есть, внимание контролируем, то есть, это исключительно концентрация. Так. Вот. Больше медитация, когда ты начинаешь, ну, я бы так назвал, ты знаешь, не отождествление себя с телом, то есть, когда ты начинаешь немножко уходить, ну, понимаешь, что, например, ну, одна из типов, она по носате, да, медитация, когда ты, ну, там, у тебя есть руки, а у тебя, на самом деле, их нет, и ты смотришь на себя как бы со стороны. Вот. Наверное, больше это. Конечно, есть и медитации, которые поднимают чакры, и я с тобой абсолютно согласен, что сейчас люди под медитацией вообще понимают вообще все, что угодно, и что печально, что мне кажется, по крайней мере, что так люди как-то, во-первых, стало безумное количество каких-то духовных тренингов и так далее, да, и всяких таких вещей, подменяющих, мне кажется, духовность истины. Вот. интересно. Да, 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 да. Что такое? Это, знаешь, это вот тема визуализации, сейчас же все любят, знаешь, как бы, визуализировал себе машину, там, и вот, значит, медитируешь на эту машину, визуализируешь себе квартиру, вот, значит, визуализируешь себе мужа, американца, там, или еще кого-то, вот тебе и мужа. Ну, типа того, знаешь, и там, ну, всякие разные куски из всяких тренингов я вот видел тоже удивительно, удивительно, конечно. Поэтому, знаешь, я вот думаю, что пранаяма, она же тоже, ну, там, работа с дыханием, да, вот эти все вещи, они же тоже связаны с медитацией как таковой, то есть, и тоже, и свое, как бы, и ментальное тело успокаиваешь в каком-то смысле. Вот. Какое ментальное тело? Это что такое? Ну, я имею в виду, знаешь, как мы же такие, как наслоеные, вот, как слоеный пирог. Срочно? Нет? Не знаю. Нет, понимаешь, я, я же, вот я, вот я тоже думаю, знаешь, не существуем, не просто ли все, не проще ли все? Конечно. Да. Вот. Ты когда говоришь ментальное тело или мы многослойные, ты в это реально веришь? Знаешь, вот честно тебе сказать, честно, конечно, другому никак. Мне кажется, что, конечно, оно присутствует. То есть, вот есть, если я, например, условно, ну, могу с помощью дыхания выровнять свое определенное состояние, то, по идее, ну, есть состояние, у него есть определенный источник. Если я могу его выровнять, то я выравниваю и сам источник или куда-то его убираю в другую степь. То есть, вот здесь, мне кажется, что оно все-таки, ну, как бы, оно как таковое присутствует. Вот. Нет? Ничего не понял. У тебя, смотри, я вот слышал три персонажа. Источник, потом состояние какое-то, и потом такое появляется я, который выравнивает состояние, и таким образом я влияю на источник. Блин, что это за сказка такая? То есть, а кто такой я? Кто такой я? Любимый вопрос из Эвенента А2 задает. Кто такой я? Кто я? Который выравнивает. Ладно, там состояние. Окей, ладно. Ну, пускай, допустим, пускай пофантазируем. Но как-то источник, это вообще удивительно. Удивительные вещи, научи меня. Как это? Ты выравниваешь источник? Нифига себе, могущественный я. Нет. Нет, нет, нет. Ты что? Нет, это, знаешь, это, конечно, на самом деле звучит, ну, звучит как такая, как, не, не то, что, с одной стороны, знаешь, кажется, как будто, как сказка такая, да? С другой стороны, все равно мы же присутствуем здесь как, ну, опять-таки, да? Кто мы? Во, 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 это интересный вопрос. Знаешь, мне кажется, что, ну, по крайней мере, я подразумеваю свои концепции мира. Так. Опять-таки, кто такой я? И что я подразумеваю? Поделись, поделись, да, конечно. Не, ну, это такие вопросы. Пока вот так мы будем... Слушай, это на самом деле очень классные вопросы. Так работа проводится на самом деле. Это коучинг и есть. Это просто вопросы. И на них надо отвечать. Но если ты отвечаешь на эти вопросы другими там словами, то есть ты одно слово меняешь на синоним. Но это ничего не дает. Но хорошо, концепцию излагаю. У тебя есть концепция? Напоминаю, что концепция – это просто идея, это мысль. Вот давай, рассказывай свою мысль. Ну, смотри, если мы рассматриваем любую концепцию, как просто некий шаблон, да, этих шаблонов, понятное дело, их много. И там, если погружаться, то и, господи, разные слои с точки зрения там энергетических тел, это одна концепция. Когда дух, душа, тело – это вторая концепция, да, с точки зрения христианства. Просто душа, тело – тоже третья концепция. Я, как неразделенная со всем, и, по сути, говорят, то, что мы с тобой являемся одним и тем же, это четвертая концепция. То есть, понимаешь, их настолько много, что, ну, как бы, понятно, они там, реально, от адвайтийских до, не знаю, христианских или там, каких-нибудь теософов, да, их вообще огромное количество. Вот. Я просто, знаешь, я, я немножко ушел, мы с тобой ушли от какой-то мысли на тему понимания себя. Вообще, как ты считаешь, ну, твое просто мнение и, может быть, ты мог бы поделиться, как ты видишь себя. Как ты это видишь. Ну, знаешь, я же тебе могу только словами об этом сказать, правильно? это будет не совсем, не совсем правильно, как бы не совсем это будет отражать опыт. да, да. То есть, смотри, есть опыт некий, который мы переживаем, ну, мы это, опять же, да, почему я спросил, мы, потому что мы это вообще, то, чем можно прятаться. это мы там, это вот они и начинается. Я за себя говорю, я на своем личном опыте переживаю это так. Но пытаясь это выразить в словах, я буду использовать какие-то образы, какие-то, ну, понятные выражения. Понимаешь, да? Да, да. Вот. И я сейчас могу сказать, что я вижу, а какой вопрос? Ну, получается, ну, я тебя спросил, как ты видишь, вот, вот этот вопрос, да, кто я, на самом деле? Ага, ага. Как ты, как ты видишь ответ на него? Ну, то есть, знаешь, кто-то говорит, что я не это тело, я есть душа, да, и мы исходим от единого, источника, да, и... это просто, да, вот то, что ты говоришь, это правда, да, ну, это просто слова, концепция, ты назвал концепции, они все об одном и том же, они просто все об одном и том же, просто разными словами. Да. Нет никакого противоречия. Смотри, я вижу это так, никаких противоречий в этом мире нету, все существует одномоментно, здесь и сейчас, в данный момент, все, что происходит, это происходит, и нет никаких антагонистов, нет ничего того, что оно как-то противоречит другому чему-то. вот все едино вот так это вижу я можно сказать что у меня нет но я будет разный парашек мультики про винни-пух там кролик был такой к нему в дверь они постучались он такой кто там они такие это я открывай кролик я бывают разные и вот здесь если говорить о маленьком я ну как бы я как личности да я его как вот некий набор никаких таких умственных привычек такого шаблона мышления дата это шаблонов то его нет она этой люди это просто как но некий мираж как сновидение если говорить о большом я которая все единое то я есть понимаешь вот я есть она каждый может учить и ты тоже может ощутить то есть в любой момент в любой секунду а это всегда каждая секунда на одной этаже каждый момент времени это все одно и то же и в каждый момент времени ты чувствуешь что это ты ну то есть ты же ты же не чувствуешься кем-то другим ты может быть любом состоянии там ты болеешь там это здоровый ты голодный или сытый понимаешь и в плохом настроении в хорошем настроении ты в любом возрасте у тебя все равно ощущение то что это ты правильно тоже ты ты чувствуешь что я есть ты можешь сказать про себя в это ощущение понимаешь которые до слов до мыслей которые до названий ты кто я артем артем это имя как минимум она как бы это имя дано тебе уже один наклеил до наклеили налетили да 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 налетили на тебя тебя назвали мальчиком тебя назвали человеком и так далее это все как бы такое как ты говоришь слои если это слово употребляет но не веря в то что прям слои а просто как некий образ туда и такие слои так вот эти слои буш разбирать я пользуюсь да 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 то ты пока вот до внутри да не найдешь ты как бы самого себя не найдешь есть такая даже практика тому древние в индуизме где-то там типа найти найти называется я не это 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 его то что остается вот это я есть а у меня есть это чувствует каждый но это вот осознание того что с одной стороны ты ну вот это состояние да вот когда ты добираешься до самого себя это вот как раз то состояние когда ты находишься и здесь и не здесь одновременно как это вот как ты не здесь как это не здесь я бы сказал что знаешь может быть сознанием ты находишься не здесь вот как это описать знаешь нашим таким очень обыденным языком и совершенно не объясняющим ничего такие но по подобные вещи как-то объяснить правильно я не могу да куда-то идея а потому что ну вот у меня лично она она была это переживание какое то что не здесь да то что ты находишься с одной стороны телом ты находишься непонятно состоянием но состоянием ты находишься немножко другом я понял но просто другом увидится то что вот это вот есть на самом деле ты здесь просто так как бы сейчас это сформулировал трактовал еще не может быть не здесь а где-то еще может быть сознание это вот такое сознание что такое сознание сознание то здесь сейчас больше нигде вот настоящий момент все остальное не знаю что такое а то что говорит что немножко по-другому но это видится ну ты туда так есть потому что давайте вот то как мы видим мир через призму личности эго ума это просто но воображение это сон дивный сон вот как мы во сне например мы спим мы спим во сне вот представь ты спишь такого снеги ты там идешь и вот эти все улицы эти все объекты где это местность не об этом что-то где происходит во сне это же кто это это ты это это плод твоего воображения сознания то есть вся природа и вещество персонажей которые ты встречаешь они за тебя за тобой гоняются и наоборот ты с ними любишь друг друга и так далее разные жанры уснов но там больше нет никого кроме тебя опять же вот это то что самое я есть только она так вот трансформировалась таким вот такими опа а вот это я отдельный я тут еще кто-то еще тут есть на самом деле это во сне это даже ты больше там нет никого то же самое в жизни но это это образ опять же это тоже древний образ который сравнивает что жизнь подобно сновидений и это вот ну как как я это вижу вот так же это вижу что это жизнь подобно сновидению ты просто себя исследуешь такой то есть что такое вот этот как бы пробуждение просветения это не то что ты достиг какого-то нового состояния или добавил тем состоянием которые тебя были еще какой-то состоянии и вышел на какую-то верхушку и теперь теперь я уровня такого такого то это не достижение чего-то не добавление чего-то потому что уже имел а наоборот как бы это выбрасывание все вообще всего нафиг то что до этого было ты такой крыш отсюда я увольняю причем не только там какое то состояние я увольняю там типа да там я отрицали больше нет не надо управлять а вот этот персонаж целиком и полностью потому что именно он является носителем херни ну то есть такое получается как знаешь как некоторые говорят работа с ложным эго то есть когда ты отбрасываешь ложное эго и понимаешь кто на самом деле как а если там так подождите ложный эго значит какое-то не ложное так что ли ну да получается что ну условно да вот о чем мы с тобой говорили вот эта капуста которая лист отбрасывается разбирай разбирай капуста до конца и что там в конце останется что танцы вот когда ты ложное эго условно это когда ты ну предположим ассоциируешь себя с какой-либо деятельности с какой-либо там с какими-то предметами то есть и тогда когда ты до отрагиваешься до истинного истинного я то есть истинное назовем это так то ты как бы понимаешь кто ты на самом деле и что вот эти предметы и то что вот то что с нами вот здесь сейчас происходит это есть некий сон до котором ты говоришь по сути говоря ну то есть ты разбираешь ты разбираешь точнее до кап идешь до истинного если я ничего не запутал не но ну хорошо давай назовем это истинное ну как бы по барабану но почему такая прям стремление нажать коллега истина не истина понимаешь но это не совсем так уж пока есть какие-то противопоставления допустим есть ложное эго значит истинное это не туда нет никаких неложных есть неложных вот есть просто слой капусты слушай макс я честно говоря ты сказал так думал может быть напугал меня что слушай я тут настолько радикален а я смотри ну не видишь этого нет я говорю ничего нету друзья вам все кажется все наебалово я говорю вот то что вы не говорите это все пиздеж понимаешь свои как свои какие-то ментальное тело какой-то чакры эго вы чего очень просто и радикально смотрите меня персонажа нет ты иллюзия жизнь это сон вот и все а вот это происходит это я и есть вот я если сам с собой разговаривают вот артем здесь это я это я это я конечно а кто же еще и больше никому нет прошлого нету она как сон это очень хороший образ очень понятный посмотри там вчера уже нету было и всплыла в будущего тоже нету где она нету чтобы там не выдумывались всякие фантасты там эзотерики мистики это все хрень полная это просто по ушам ездят и все людям люди которые просветление это не найдут никогда под медитациями тоже имеется хрен знает чего вот не про концентрацию рассказал еще там варианты у тебя такое представление дать тоже можно разбить даже упростить моей супрачу твой таскать концепцию то есть объектная медитация это цена объекте ну там . там это говорилось и там чакры еще чего-то дыхание какой-то объект выбирает а есть без объектной медитации вот и все и то и другое вообще это это работа с вниманием просто это внимание куда мы на внимание направляем как вот вот и все дело в том что это внимание которое вот в сознании присутствует она потом утекает формы слова представления в мысли но вот в это эго как его не назови ходе на истинно хоть он ложная и вот это эго формирует мир видимый и со своими инструкциями жесткими там не должен быть такой я должен быть такой люди должны такие вот и создается такой как будет искусственное образование такое сновидение короче говоря не знаю все происходит особо это как бы для чего он это можно непонятно узнать но какой смысл разбираться вот у вас нет как это чего там там все равно один хер но не поймешь ничего до концепт еще очередную я тебе могу накидать хоть тысячи концепций но это просто будет пиздешь и все не менее здесь понимаешь я больше к тому чтобы понимаешь как сказать много ну по крайней мере я для себя назовем это так в этом конкретном воплощении я вижу для себя одну из может быть первостепенных задач хотя бы показывать чуть-чуть людям что вот есть вещи которые которые находятся короче говоря заставить людей просто думать на тему каких-то высоких возвышенных вещей вот понимаешь потому что чем мы все будем понятное дело что это наверное не удастся в рамках какого-то большого массового количества людей сделать но просто к тому что если мы все будем немного осозненнее если мы будем задаваться вопросами о чем-то возвышенным светлом души каких-то наивысших проявлениях в нас да не вот это животное из разряда поел поспал там да и так далее в этом нет ничего плохого я не считаю что это плохо это нам присуще всем мы все здесь но ты как вот эти как эти животные а чё мы не животные что ли я не сказал что мы что кто-то животное я говорю что знаешь в нас вот это проявление животного начала когда мы вот этот порог перед переступаем и задумываемся на тему чего-то высокого и в том числе когда мы задаемся вопросом кто я что я здесь делаю каково мое предназначение вообще как этот мир устроен да все ли все ли там просто в этом мире понимаешь вот мне кажется хотя бы вот эти вопросы если у человека возникнут это приближает его ну немножко сознание поднимается вот не не думаешь то есть и во всех смыслах не думаю во первых но я не думаю потому что да и никто не думает и ты не думаешь это думается за мной это мысли думают тебя мы думаем что мы думаем мысли не не себя как мы думаем они приходят такие и все ну то есть понаблюдать а это может только медитация наблюдать как это все происходит тоже без медитации вообще смысла нет как бы на что все разбираться там лезть или дебри потом я думаю что сознание тогда станет выше как это создание станет выше сознания но но есть выше чего она станет ниже чего влево вправо это как да я понял я имею ввиду что ну как как там ну словно можно сказать кто-то верит кто-то не верит в это мне по крайней мере кажется что у нас присутствует энергия которая спускается условно в тамос раджеса сатву и она вот так перетекает из одной страны другую ну то есть да мне мне кажется что если мы будем людей словно поднимать на какие-то такие высокие вещи по крайней мере просто даже прикоснуться понятное дело что они все равно мы все падаем и и поднимаемся обратно и так далее вот но если чаще как бы людям доносить какие-то вещи если чаще они будут с этим сталкиваться соприкасаться размышлять да понимаешь может быть может быть и воин было бы меньше а что ты имеешь ввиду против воин да я понимаю артем я тебе прекрасно понимаю чем ты говоришь в общем короче я вообще не я у меня вообще не про то то есть это но да 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 поэтому и дети сначала я сразу сказал что это радикально очень никаких выше ниже вот этого всего я понимаю чем ты говоришь как бы да но прикинь но это не будут думать об этом размышлять и что толку давайте по простому скажу вот моя какая была цель какая цель да тогда как для человека для персонажа то есть что я хотела к чему стремится то есть практически ну что я хотел практически получить я хотел перестать страдать и мучиться понимаешь все а ты мне говоришь что там какие-то высшие миры и там сознание зачем мне вот для чего тебе это избавить от страдания не такая концепция конечно нет но если вопросы не высших миров вопрос в том что вот как раз таки знание любое вот мне кажется знаешь как очень есть хорошее классное определение что такое знание знание это то что убирает стародание то есть вот истинное знание мне кажется по крайней мере она просто призвана это делать а другое это все как бы это просто только его приносит поэтому я и наш и думаю что так а где это истинное знание вот здесь уже вопрос поиска а как прийти так вот я тебе говорю как ты определяешь это истинное знание или нет вот как ты определил что тебе нужно прийти к этому учителя это так просто произошло не подожди на мой час тобой тоже встретились мы на нашей встрече то что-то предшествовало там у тебя свое у меня свое как-то как-то я вам условно вышел к этому нет ну как-то я к этому пришел мне кажется ну как-то да и что но то есть она она вроде бы кажется случайным но на самом деле она мне кажется весьма не случайно вот именно поэтому и и и к тому же но это же вопрос тоже как бы мы приходим к учителям просто так ну просто потому что вот так вот случилось и вот так вот или это все-таки ну есть определенные обстоятельства мотивы там и так далее которые тоже нас играли я же тебе я же тебе рассказывал что я пришел туда потому что отчаялся сделать это сам вот вот но это и есть вот смотри это же есть мотив и ты пришел нашел этого человека ты посмотрел ролики да его не нашел но нашелся понимаешь это произошло если искал бы я бы не нашел никогда вот это как как вот представьте человек ищет он это ищет это о это не подходит о это недостаточно о этот нет нет тут не так тут все типа вот вот все пипец надо ну типа вот нужно и все это возникает и все это просто как бы это погружу ты уже начинается процесс трансформации с того момента когда ты типа ну вот все сверху понимаешь по я палец сверху спустился это не тот который вялый а то который сверху на руку протянул это не знаю что типа учитель там наставник у меня там супер-купер или там просто произошла ситуация потому что все вот эта ситуация разговор с нами чего то что происходит и как мы к этому момент пришли это все я и есть ну как бы тогда это не понять а вот потом это как вы понимаешь сейчас поэтому он пом это оценится очень просто нуку то есть ты вот что хочешь зачем тебе эти высшие там знанию и все я бы знаешь я бы не сказал что вот прям во мне вот есть жажда там какого-то познания то есть у меня вот нету ну да это это знаешь это как просто процесс и то есть вот я вижу в этом процесс то есть я не вижу в этом цель я вижу в этом процессе то есть у меня нету здесь ну там условно там достичь не знаю популярности чего-то типа стать гуру или еще что-то я вижу в этом процесс и поэтому я думаю что мне просто ну мне например даже вот с точки зрения той беседы которую мы проводим я вот думаю что что мы с тобой там выйдем с определенным настроением и я думаю что можно было бы сделать это настроение как можно лучше там да у тебя чтобы там был заряжен на целый день и я тоже думаю вот я человеку сделал добро там да условно говоря так то есть для меня это как знаешь если говорить с точки зрения познания цели нету есть процесс до то есть вот вот такой момент но почему и надо духовности нужно ты хочешь они говорить рассказывать мне кажется понимаешь с одной стороны я вижу тоже наверное в какой-то степени себе в себе эту потребность потому что у меня прям мне это как человеку важно и с другой стороны я понимаю что людям это важно вот и я хотел бы так сказать вот этим пирогом которым я и которым я тоже интересуюсь я хотел бы просто не поделиться я вижу что там условно я с тобой встретился я вижу что интересный человек но по крайней мере его мнение ну я уверен что к твоему мнению тоже прислушиваются люди ну неважно там те которые сейчас тебе приходят или те которые были там на обороне там да и так далее и признают тебя как макса степана самообороны сто процентов то есть как бы такие вещи я думаю что человек но так сказать поделиться тем опытом который есть у тебя то есть я это вижу таким образом вот или или ты так не видишь или как-то иначе видишь как у тебя да я как тренер просто какой-то практически смысл что ли хочу в этом видеть понимаешь для чего это нужно что мы хотим можно допустим я хотел для чего это все то перестать страдать чтобы быть счастливым и у меня произошли изменения определенные то есть я перестал тревожиться бояться беспокоиться раздражаться я стал спокойнее в разы ну просто не вообще не парить ничего абсолютно имеется вот ровно то есть нету это чувство неудовлетворенности если раньше это было чувство неудовлетворенности что-то не так на что-то менять на это это вот все некоторые люди знаю зависает в прошлом больше вот там вот что-то неправильно поступил у меня слава богу с этим и до этого не было до моего самадхи вот но с будущим до были проблемки то есть я такой переживал как будет в будущем я тоже замачиваю как же мы вот эти мы мифические человеке почему мы такие злые почему воин этот мир куда это катится человечество апокалипсис понимаешь да это пиздец как тревожит это когда ставишься такие цели глобальные но ты попаду ты попаду щеки попал ты понимаешь вот и я как бы избавился этого мне не интересно пусть если раньше это было интересно и это вызывало уже напряги и тревогу и страхи и ужасы такое беспокойство потому что я хотел улучшить этот мир сейчас я не хочу улучшать мир в полностью устраивает мир такой как он прекрасен все хорошо то там ничего менять не надо мало того и даже ничего не смогу менять понимаешь не людей менять не собираюсь и не буду менять уж люди такие тени есть и я не буду себя менять и все ну как бы я так и источни меня нет но того который я хотел менять этого парня лучшую версию себя типа там нечего менять то есть он просто его надо выкидывать на свалку и все он отработал своему понимаешь парнишка который предъявлял претензии миру людям там и себе и себе еще мозги ебал какой он должен быть чему он должен там превозмочь там преодолеть что-то еще узнать что там добиться там это всего почета славы там уважение денег секса там всяких вкусняшечек ништячков впечатлений возле всего понимаешь теперь этого нет ну вот такой результат кто хочет вот обнулиться так велкам понимаешь поэтому это радикально а если вы хотите там спасти человечество чтобы они думали о высоком какая разница думать о высоком или низком я снизу не такой разницы понимаешь не духовная или материальная тоже не вижу никакой разницы и то есть вот изначально есть материя есть духовность это просто слова это просто мысли и нельки это реально видишь эту материю покажи мне день а где духовность покажи что это такое то есть если мы говорим о об осознанности то мы должны опираться на какие-то факты ну как это даже если так прям вдуматься факт это тоже такое знаешь типа условно большинством договоренное типа что это вот так прийти то есть раньше люди были полностью так сказать вот знали они это на уровне факта что земля плоская сейчас такие круглая ты сам видел что земля круглая на своем личном опыте пережил я я поэтому и не спорю по поводу этого вот и все видишь а и тем более уже лезь какие-то там другие сферы там типа там сколько чакр или какие уровни там и что-то высокое духовное это все что это ментальные тела там это то что мы просто мы словами так вот траляля траляля это по факту нету если хочешь стать осознанным человеком опирайся на факт вот то что происходит в реальности и то что можно сказать это вот оно это иначе действие это реально то чего не существует все фантазии иллюзии если мы в этих иллюзиях существуем то мы страдаем и мучаемся потому что какие-то есть представления об этом мире которые заложили нам но вот ну с детства пускай пускай это будет с детства как на вот игра но прикинь а кто заложил так если подумать такие же заблудшие души папа мама там дедушка бабушка соседи друзья товарищи по парте там одноклассники и там во дворе приятели телевизор радио ну все со все книжки прочее все так сложилось где здесь я артем где здесь я настоящий это же все просто ну привнесенная и мы в эти мысли поверили потому что тогда был возраст детский мы как бы всему верим тебе мама говорит но ты не знаешь это мало ты знаешь ты хоть существо которое заботится тебе на теплая тебя кормят и поют и одевается на тебе ты артем ты мальчик ты хороший мальчик если будешь писать горшок а если нет то плохой мальчик а я не у тебя уже возникает такое хороший плохой я артем а это кто в зеркале может дети сначала они называют не я они говорят он ну как бы в третьем лице детишки выговорят вася хочет на горсок очень такое потому что вася хочет быть хорошим мальчик ну такой очень и потихонечку приучается это вот что такое это ручка это вот артема ручка то есть привычка вот это внимание оно ушло из сознания но ушло вот такие вот эти объекты и их назвали именами мыслями и теперь ты полностью уверен что это тело твое ну как бы да это же моя рука и термо тело а на самом деле вот это все что вот воспринимается все что воспринимается это есть реальность ничего не отдельно друг от друга это даже можно с точки зрения квантовой физики и прочее прочее ты же знаешь что в основном даже в клетке там если там биттам молекулы томатом и там чуть суда там частицы кири за там пространство больше чем самих вот этих вот частиц которые там носятся то есть по сути так пустотно даже с точки зрения науки все очень пустотно а ты говоришь там есть вот я там эго это что такое вообще она она реально существует или материя какая материя это тоже какие-то устаревшие понятия уже там есть квантовую физику брать там они до сих пор тогда такие ходят в шоке там код шрёдингера блин это что волна или это для частицы они там до сих пор а ты такой смело так материя духовность понимаешь это все не так однозначно все просто ну да потому что это просто если ты поймешь что это просто мысли ну это идеи они не существуют ну как сон вот сон существует или нет вроде бы есть вроде бы нет но ты же когда просыпаешься такого там не просто приснилось этого нет реально нигде также мысли тоже но мысли к жарится не материализуются там прочее прочее да за мысли люди убивают других людей просто потому что у них как вирус попал в голову размин я лучше там идет мы мы страшное и какой-то враг его надо там как-то мать а вот вот чем кстати опасно то что это высшие духовные учения там благородные так ты посмотри историю человечества думаешь войны они там не благородные они все благородные все как один со всех сторон они же просто чтобы но был для блага человечества все было и революции войны каждый считает что он прав и он несет так сказать свет истины и истинного бога блин на знамени ну зачем это еще раз даже погружаться тебе не смотри но здесь же тоже важно понимать что понятным делом что люди которые которые несут это знамя они могут заблуждаться потому что вот честно говоря ну если вот на этот вопрос до опираться тоже для меня например я точно понимаю что но условно если мы говорим об абсолютной истины как бога абсолют там да как бы подразумеваем какие такие вещи как предположим бога я понимаю что это как но как если убрать образ такой как цветок да и у него множество разных лепестков и вот этот лепесток каждый лепесток он там по религии и так далее то есть христианство ислам буддизм и так далее то есть по сути говоря все религии принадлежат богу то есть здесь же нельзя так сказать что словно бог он русский или бог он там христианин или кто нельзя мусульманин то есть кто не сказать то можно но как бы да но смысл там в этом нет смысла и ну ну просто это да это ну это заблуждение этой люди омрачение ума но за это люди бою бою берутся да 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 конечно конечно идеи которых тоже к там и втекают в достаточно неокрепший голову людей они тоже как бы как да но вот допустим если про христианство говорить она вот как про христианство ты просто упомянул что там никак не противоречит тому что ну вот и как мои ну вот как вот видится мне все что христов я лето как как бы так и есть ну вот да никаких даже нет у меня там недопонимание раньше были час нет и любые другие религии сезон я там все понимаю прекрасно все так как здорово хорошо но просто христианцы даже тоже в тоже христиан там просто есть такая идея что пути господни неисповедимы и все по воле божьи да все по воле твоей отче наш все что тебе еще нужно ну то есть христианин то что происходит так так должно быть понимаешь тебе кажется что мир не такого несовершения чтобы не заблуждаются чтобы не там чего-то чего-то а на самом деле ты просто не видишь о чем говорится в том же новом завете откуда это сопротивление жизни зачем ты хочешь улучшить мир улучшить людей это все так как и должно быть это все происходит по воле божьей он не ошибает не ошибается понимаешь если ты думаешь что он ошибается на что ты не совсем понимаешь понимаешь здесь вопрос не того что именно я хочу я понимаю что есть у каждого из нас может быть . отчета так ну как какая-то да с которой мы можем стартовать наш путь и можно быть просто этой опоры которая поможет человеку хотя бы заинтересоваться каким-то путем то есть понимаешь и он уже будет искать копать и там дальше это его история то есть ты сам нашел сам нашел понимаешь я вот честно говоря с точки зрения не я я думаю что я в процессе то есть я нахожусь в самом процессе хорошо тогда как ты можешь являться опорой если ты сам не нашел о чем ты будешь говорить куда ты будешь показывать ну то есть ты не знаешь сам понимаешь она не соответствие это просто несоответствие но это я я не тоже те обвиняют ради бога то есть но делать что хотите мне очень никому нет ни тихо возражений это потому что просто происходит этим и так должно происходить и у тебя тоже так происходит уж так не должно происходить но эти просто немножко так как бы подсказываю что если чуть-чуть да воспользоваться вопросы как ты думаешь ну если ты сам этого не знает что как ты может людям день показывать о чем на чем речь идет ну то есть вот if it was a понимаешь и ты просто dagen ну как бы одно и тоже будешь просто еще добавлять их разных книг мыслей тут надо бы как по идее так уж напрямую избавиться от этих мыслей выбрать извести зашла весь мусор а тут получится снова мы опять переливать из пустого порожнее понимаешь поэтому но я решил для себя так нужно быть нужно соответствовать то есть как ты конкурентности вернуть вот то что ты думаешь какой то есть так ты вот и даешь ну то есть то и то и говоришь так и делаешь понимаешь да то есть соответствие своим поступкам действиям мысль вот это все это полностью такой как бы целостным артем эти нету к этому не я просто нормально вот а если в тебе есть под еще конфликт какая-то от не целостность то как бы наверно что ты будешь транслировать на транслировать свое состояние понимаешь свой опыт личный но это как бы вот такая вот у меня кстати тебе такой такой же встречный вопрос скажи ты ты нашел ты нашел себя за конечно ты у тебя уже есть точка опоры ты уже как бы сто процентов верен этому пути да у меня нет сомнений поэтому и вопросов нет поэтому как бы вот это является для меня критерием это что тебе до этого рассказал случилось о чудо знаешь когда он восстал из мертвых там или там кто бухал перестал бухать где про себя и там что-то еще там это зависимость или кто боялся и тревожился то перестал то был раздраженным и злым и он перестал быть таким но разве это не чудо не может дать религиозных таких оттенков он встретился с богом максимально с богом и он его преобразил понимаешь а можно сказать что просто отвалилась вот это стало понимание что это все и люди я жил в иллюзиях и покопался и они еще может где-то еще есть по инерции такие штуки механизм до личности же он все равно как бы остается и возникают такие мысли какие-то появляются там эмоции какие-то но они уже не так до захватывают да ты такой видишь просто окно очень такие взяла текущая такая ситуация ты просто устраиваешь чтобы видите спокойно становится похрен как ты ну вот что тебе подумают достижение такое уверенность чистом виде да конечно конечно просто похрен это конечно уверенность в любом случае это точка опоры но я просто понимаешь у меня невольно возникает вопрос что ты подразумеваешь тему того что ты нашел то есть вот здесь ты нашел условно свой свое понимание какое-то мировоззрение которое тебе близко там просто то есть и лишь или то что ты пережил ты понял в какой-то мировоззрение это все хрень собачья мы мы меняем мировоззрение одно на другое течение жизни постоянно или даже мы не знаю там течение недели меня мировоззрение с понедельника на стою на лыжи бросаю курить наступает понедельник мировоззрение меняется мне не хочу на лыжи это что-то рановато я по-моему погорячился вот это смысл менять мировоззрение это нет нет это все состояние все что происходит здесь какие-то идеи эти состояния в мире форм она все обречено понимаешь на такой чистый буддизм махровый то есть мы как бы она изменчивая и как бы форма не в этом смысле пустотные они появляются все походу то она сдохнет никто от этого не избегал чего понимаешь все все умирает все исчезает когда поэтому какой смысл цепляться за временное мировоззрение или еще чего-то там представление какие-то идеи если мне нужны вечные а что вечные много ну конечно же я что является неотделимые вот частицы всего целого частицы это уже лишнее да есть еще какая-то частицы есть какой-то целое есть еще не целое но и так далее начинается все лишнее начало было неплохое да это я вот такая идея круто мировоззрение можно так это изобразить можно сказать ну как веданта 2 может дзен буддизм да ну и там буддизм да можно сказать как остальные да какая разница главное что-то сработало хорошо доработает это все для меня лично я просто знаешь я просто думаю что вот ты задал там вопрос на тему там нашедшего нашел ты или нет да я вот думаю понимаешь у меня же вопрос возникает к тому что что такое найти во первых то есть ну что что мы ищем во первых должен быть тогда объект видишь объект должен быть да ну да но получить получается что ты говоришь ты нашел если я ну как бы говорю что я нашел значит это объект какой-то то есть но вот такой что вот прям да ты спросил нашел в игру шоу да я не утвердаю что это типа вот ну так ты спросил вот и нашел а как эти может ну нашел а ты потом такой а ты же сказал что нашел как нашел понимаешь и начинается ну а как тебе ответить мнение это понимаешь это конечно же игра слов нет я да это не объект короче это не объект да это давай я тебе сейчас словами скажу на слова я тоже являются объектами это не состояние это как будто бы ты обнаруживаешь за состояние какое-то ну бог до источник то еще все это происходит сознание вот и просто понимаю что ты это вот и есть изначально а все остальное это все не вечно оно такое временное проверяешь на себе вот смотришь такой да это прошло это пошло наблюдаешь медитация процесс наблюдения за тем как это все происходит мыс появилась ощущение появилась такая простимуты наверно занимался знаешь что надо ли паса на конец такой очень хорошая тема вот и ты просто на практическом опыте ты как лабораторию себя сам себе там открыл такой сидишь такой и приборы свое 3 глазами и ушами ощущаете на сезоне абонент и просто это смотришь и тренируешься не прилипать ни к чему вот какая тренировка происходит то есть ты учишься удерживать это внимание на себе в себе а то что появляется он пытается захватить такой нет спасибо не сегодня ну то есть это или ты рассматриваешь такой хорошо очень интересно дальше идет то есть нет ничего важного она коллег или либо все важное понимаешь потому что присутствует своему опыте либо она как бы ничего не важно но нет ни в приоритетности это выше это ниши там как это еще объяснить нашел вот нашел то что слушай но есть как-то козырь дабы саматхи случилось саматхи круто потому что ну какой ты просветленный разве просветленные бывают такой просветленным должен быть и там целый список у людей как чем нужно посетить он они все знают вот дарижам фрисбук короче там целый список вот у них у них то есть люди не знаю что это такое но они знают каким должен быть просветленный как это прикинь вот это загадка человеческого ума или что такое просветление не все знают они говорят это не просветление это блин пробуждение эксперты понимаешь а я был саматхи это вот да а ну вот это уже да это интересно какого уровня 5 3 а ты чувствовал чат у тебя вообще саматхи да да может и может и просто наебываю я просто матрика не было или такие знаешь ну да саматхи то у всех бывают саматхи такая фигня она спонтанная непроизвольно случается у всех вот ну и было из пола вот так что не пизде я вот могу тебе задать еще несколько вопросов конечно мы же раньше начали месяц сейчас мы только начали с тобой разговаривать если планировали скажи кстати вот у тебя ну ну вопрос опять таки да вот нам и когда с тобой обсуждали типа вот как из разряда материальный мир его можно рассматривать с точки зрения сна вот что здесь все как иллюзия скажи у тебя был опыт осознанного сна да какой есть такой давно я в армии еще занимался этими читал книжек астаны да и практиковал тренировал я был до управлял для тебя это ты как ну ты постоянно занимался этим или там у тебя было как-то неосознанно или как почему я занимался осознанно прочитал книги мне понравилось по идее сколько мне там было 19-20 лет в армии это очень интересно чем заняться таким духовным я стала пробовать практиковать вот и потихонечку там первое упражнение было рассмотреть свою ладонь ну то есть когда ты осознаешь что во сне ты должен посмотреть свою ладонь я посмотрел получилось возникло состояние такое что ну вот как будто бы внимание такое собралось так и все потом я там захотел взлететь и отметил ну то есть я вот где спал дамы за прямо и 1 видел что я как будто бы там а вот вы данные что ну короче вот этого все одно тоже что одно сон но ты управляешь вот ты это себе объясняешь как тоже как некий сон сон во сне или как-то это себя это просто игра ума больше да конечно согласно играю ну смотри это на самом деле неплохая штука с точки зрения внимания то есть ты начинаешь практиковать управление своим вниманием и возможно здесь есть какие-то ключики для того чтобы ты вот если ты во сне себя осознал то как во сне то вот пожалуйста осознай также силой жизни как во сне понимаешь то как бы аналогия по сути такая прямая да что жизнь это тоже сон ну как сон ими там солнце он это типа похоже она так всплывается все понимаешь то что было допустим ты вот вас едешь то что было не помню прости консерты то что впереди тоже какой-то очень смутно такое непонятное все что происходит он просто происходит в пределах твоего вот этого поля внимания куда внимание там сон проявляется как в жизни все также если присмотреться поэтому если во сне на научит массовую руку смотри что там делать осознан возможно тепло то прокачивается но хорошо можете внимание поэтому я смотрю на это как на хорошее упражнение но хорошие для внимания да 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 работа своим вниманием для осознанности но цепляться за это знаешь там тела выделяют моментами там еще астральные это уже какой-то знаешь ты создаешь тебе какие-то иллюзии дополнительно я тебе страшную вещь скажу кармы нету ты так думаешь на святое покусился для любого русского человека или или ты так шутку нет не в шутку это тоже иллюзия это тоже заблуждение тоже амаратию как бы один из мифов про духовность если мы говорим слово духовность она же как бы автоматически не становится каким-то другим а вот такой как и все остальные феномены этого мира а что это иллюзии ну что такое карма она опять же будет у всех по-разному что как медитации для всех разно как сам барон у всех свое представление также и про карму вот они снова я смотрю да вот я смотри я даю себе простое определение что посеешь что пожнешь ну можно бы сказать да ну тут уже идет речь о том чтобы на реинкарнация правильно там прошлое воплощение да 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 вот кстати вот еще один мой вопрос который я тебе тоже хотел задать на тему реинкарнации как бы как ты к этому относишься да также карме тоже развод но это просто вот просто понимаешь опять-таки если мы с тобой говорим там про буддизм то но карма реинкарнация там вообще как-то неотъемлемая часть не совсем круговорот собой согласен не совсем с тобой согласен не то чтобы я не согласен но просто ты сейчас берешь и тазы буддизма правильно такие как бы вот а если ты окажешься допустим старшеклассником буддистом там тебе будет другое говорить почитай на горджуну кого-нибудь там тебе все разложит чисто по понятиям что ничего вообще нет буддизма эта идея сам особо ничего все все путь все формы пустота пустота из форма это это да это поэтому смотри там даже нет такого понятия как душа там не кому перерождаться к вы просто вдумайся вот ну в суть буддизма нету личности нету я ночь кому перерождаться туда ты рождается я нет понимаешь они как бы опираются там реинкарнация карма блаблабла блабла блабла но видимо будут это просто делать вам что но как бы но представь себе вот буду да он родился при местности да определенный язык определенная культура ментальность там сложившееся как он это будет объяснять людям еще но только на этом языке чтобы люди понимали а там реинкарнации карма она же не из буддизма взялась она уже была как бы эти идеи они были уже не из вед идут из так называемый индуизм да хотя там индуизм как такого нет понятия это просто разные религии но они как бы ведические и там эта идея есть и простые люди никогда да да карма реинкарнация но чтобы как-то понятно было но если копать в буддизме нету того кто перерождается просто есть как бы комбинация как они объясняют дхармы но это типа как атомы кида частицами и вот они так и раз какой-то там определенной конфигурации комочек складываются под влиянием каких-то вот их притяжение привязанности так далее да почему это реинкарнация так человек умирает а у него остались какие-то привязки какое-то внимание какое-то рассеянно на не себе собрана то каким-то образом потом это но перерождение пройдет в том месте или в том объекте в которой есть но тяготение такое притяжение понимаешь но допустим в течение дня ты можешь у тебя может быть крутится какая-то одна это желание будет стремление к это цель и ты таким образом формируешь вот это ядро личности типа или одно из ядер соответственно тело типа умирает эти просто популярны реинкарнации рассказать тело отмирает физическая а вот это вот ментальная типа ментальный еще тоже для этого договорился ментально это конструкция на кого-то должна была платить и куда-то и она поплачается и таким образом может как эту типа реинкарнации это карма понимаешь когда накапливаться что-то такое следствие причина следствия на неделю там интересная идея с точки линейного мышления человеке же привыкли мыслить здесь стало есть конец там где-то серединка вот такие идем развитие обязательно у нас только развитие сюда только прогресс но где прогресс ну то есть реально это вот интересный момент кстати просто я знаешь мне просто невольно вспоминается евангелие когда помнишь там к ученики пришли к иисусу и спросили про илью он сказал что или уже приходил сделали все что возможно все что все что хотели они отошли в сторону и поняли что он говорит оба я не крестить помнишь этот момент там если посмотреть по моему от ивана там как раз указано просто это прям конкретно даже прям прям вот конкретно указание что слушай ну там команда у них там короче говоря в раннем христианстве у них там был идея реинкарнации я даже звали арий был такой святой отец его звали арий но они там делали свои соборы и они сказали что он ересь несет паре они короче его типа уволили в пятнадцатом веке где-то тоже отменили реинкарнацию до каком-то соборе слушай я сначала тоже был якобы был типа как так ребята взяли ария ну и типа еретиком обозвали интересная же идея а теперь я говорю молодцы ребята так и надо ну то есть правильно сделали не хрен тут всякую ересь нести тоже то ересь вопрос даже так просто это не ничего не дает понимаешь возвращаясь тому что буду просто нотами оперировал этими образами потому что не были понятны но они никак не помогают он его раз спрашивает там про бог этом еще там вот ребят занимайтесь практикой чего куда вы лезете ну то есть она вам надо ну то есть это как бы явное указание что вы просто и так каша в башке вы там еще там добраться эти секунд на тюню вот реинкарнации так подумай так то чисто в практическом смысле она может быть заключаться в том что вот если эти в жизни только впечатление получил суп те опыт разнообразного кем бы только не было вошел только не верил да то что ты роли роли этих сменил или слоев капуста пятна про свои чем тебе к ней реинкарнацию ну то есть ты по сути это проживал допустим любовь я была любовь отношения там ты вот в этом жил это была жизнь а прям отдельный эпизод и не на сериала это вот реинкарнационного кармического и потом эти отношения закончились этот который вот любил был в этих отношениях как артем да но это же был другой артем как бы вот роль вот и вот и проиграл все это жизнь закончилась началась другая жизнь вот тебе реинкарнации что маловато были то есть зачем мы лезем другие прошлой жизни если даже мы не помним о них они бесполезны в том смысле что но кей но был ты прошлый и чё дальше будешь это делать но это просто выдумка фантазии у тебя реально есть фактура но ты был там допустим кем ты чё тебе для чего это нужно понимаешь то есть некая хрень вместо того чтобы смотреть на какие-то фантазийные жизни лучше посмотрим то что у тебя сейчас есть жизнь и сколько этих жизни на самом деле прожил как минимум ты был ребенком потом ты был там подростком юноши потом стал взрослым и так далее так далее вот это факт это хотя бы можно о чем-то говорить не надо понимаешь я тоже думаю что в принципе знания о карме реинкарнации она не то что не то чтобы важно просто в моем опять-таки да в моей картине мира она все таки присутствует как таковое просто ну вот она вот так таким образом она присутствует есть некоторые там вещи которые но по крайней мере назовем то так что я верю это правда это именно марки просто час ремарочку это мысль в которую ты веришь да это вот по сути говоря тут наверно наверно получается так по-другому ты скажи ты будешь кем ты был просто жизни давай разбираться но на самом деле у меня был опыт такой тело расскажи пожалуйста но у меня был такое воспоминание воспоминания прошлого воплощения дал мне был я правда не знаю это прошлое параллельное будущее иногда но как бы был опыт но это с чем связано ты спал не что-то во сне тип нет это на самом деле был после такой наверное длительной практики и я настолько после того как хотел ну когда только вставал на какой-то свой путь такой вот и после длительной практики я просто и так хотела понять кем так сказать я был в прошлом воплощение как только как бы я перестал хотеть чего-либо и как только я успокоился и принял так как есть но я как бы дал мне получилось но как бы был такой опыт но как он в чем чем выражался но она понимаешь она как такое как как сказать как мгновение но ты ты осознаешь как сказать внутреннее ощущение того что человек в этот момент переживал то есть видимо там какая-то сильно сильно был очень отпечаток и я помню момент когда я в этом воплощении сидел но в том воплощении условно я лим и смотрел в окно и я ощущал такую знаешь вот такую такое страдание хотя вокруг но достаточно такой какой-то что-то назовем то так обеспеченная то есть видно что дом такой какой-то какой-то богатый но при этом такое такое траурное состояние просто убитая что ну как бы она прям отпечаталась и я вот этот момент вспомнил у меня был такой если вы понимаешь я вот думаю если бы это было условно воображение то которое ты себе там нафантазировал там и так далее это ну как бы по крайней мере у меня но знаешь его как бы улетела и даже не вспомнилось но как бы так там что я думал там или мыслил или воображал себе час назад 10 минут назад вообще я не вспомнил но очень сильный такой отпечаток был поэтому и я кстати нашли хотят сказать мне в детстве я помню значит лежу воскресенске мы жили воскресенске с родителями я маленький я помню лежу совсем и лежал на кровати смотрел в потолок и мысль такая ну совсем маленький ребенка ничего не понимал вот и думаю слава богу что я родился и девочка так что ну он просто как как сказать он я я просто понимаешь я могу подразумевать что в принципе там можно спокойно ну как бы просто я скажу так короче говоря тема кармы и реинкарнации она безусловно интересная вообще в целом просто когда мы рассуждаем на тему того как бы как кармический там и так далее нужно поступить или еще что-то сделать я вот думаю что это правда то о чем ты сказал уводит от суть уводит от понимания того кто ты и что здесь происходит вот для меня как тебе сказать наверно важнее больше что 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 является первостепенным то есть вот так поэтому я здесь с тобой абсолютно согласен что важно смотреть именно на суть а не на вот эту капусту не понимаешь там можно на смотрите на капусту тоже просто видишь что это просто ну как бы нереально нет противоречия них короче ты видишь ты можешь быть там то это просто состояние все состояние ума там фантазии мысли ты видишь это мостик тебе как запечатлелось но так да просто такой сильного тебя было в это время запечатлевание этой мысли но это же никак не говорит о том что там это было как реинкарнации или просто жизнь как доказать ну но было что такое некий опыт такое состояние как и все остальные к самадхи тоже ну допустим на самадхи ну там не было никаких там ангелов с крылочками там понимаешь что всего там земля не развязывалась под ногами там или что такое закон не летали то есть ты просто видишь мир как он есть ну то есть это все в котором ну вот все ты целая так единое все все вот это я видел знаю это так устроено мне приоткрылась окошко видверка приоткрылась и не было показано я ходил где-то так свой день то есть мы там ездили там жимой музей я тогда вечера ходил потом немножко отпустила потом следующий день чуть накрыла вернулась на работе все это состояние но не но она не удерживается суши я узнаешь я вот вспомнил еще у меня было такое состояние ну вот оно было очень удивительно смотрел мальчик жора нет вот посмотри как раз мочи на два и действия да 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 мальчик это фильм такой он как бы знаешь нет там короче такая история блин я забыл как его зовут вот этого мужчину который пошел поехал к одному учителю и они значит там поехали всей семьей вот и они поехали да и у них вот то состояние которое было у этого учителя она передалось им видим каким-то образом и короче говоря у мальчика но мальчик вдруг начал говорить но там спустя какое-то время то ли через день ну примерно вот там условно как ты говоришь тоже похожее состояние он начинает говорить языком которым ранее вообще не говорил ну то есть маленький ребенок не знали 12 может быть так он говорит прям с позиции того что все едино все нет разделимого мы все но такие вот вещи которые но для 12 12-летнего пацана но просто у стран и так у чему рекоменде ну не ли не нет ты просто как тебе сказать я уверен что дети могут так мысли тогда что все едино но там мысли намного шире то есть у него прям знаешь у нее как такое как был такой поток назовем это так вот если тебе интересно ты посмотри мальчик жора и не помню это припоминаю наверно это чуть-чуть такое видео я ну что да я я тоже знаешь после того как послушал у меня был такой нифига себе у меня было вот наверное то состояние очень специфическое состояние она не простое она тоже такой немножко с оттенком того о чем он говорил вот и как бы что-то похоже короче говоря вот если тебе интересно ты посмотри или я тебе могу скинуть да не не надо они не попадаются я чуть-чуть в ютубе там начинаю но выкладывают они там просто в списке там рекомендации что-то вылезают я как раз так посмотрю одним главным интересно прикольно много реально то ли их много стало то ли просто на количество макс безумное количество ну вот то за ради было прикольно ребят как из этого выбрать золото вот в чем дело кому убирать то убирать кто выбирает тот нихрена не выбирает значит если если выбор понимаешь да 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 тот выбирать тот привередничаю чаще всего и капризничает его я боится вот так вот подароте когда у тебя нет выбора по тогда вот она происходит свобода когда ты нет выбора все типа по датчике все аппарате весь выбор такой вот это вот это нравится не нравится такой знаешь а вот еще раз интерес интерес ну вот и все и дальше такой ходишь потом ой прошло состояние мой еще что-то там ой хочу хочу пока я хочу поживет он как бы который типа выбирает вот когда он закончится кончу вот это как хочу х будет уже кончаться при кончине подыхать когда вот будет она сразу откроет и сразу побежишь к любому там ты даже не поймешь почему там ты спросил почему это наставание до хрена почему их реально много но просто получится что вот все совпадет и такой позвонишь ему напишешь или там может быть сейчас разговариваешь с этим мастером хрен его значит я не знаю западешь мне безумные деньги и свои просветлить поэтому так во всем ты увидишь мастера до прикинь то есть вот так получится что уже философски тогда что пока ты вот и откроешь то что ты сам себе тоже мастер но только если пока ты не обратишься к другому мастеру ты как бы не признаешь то что ты как бы вот еще ученик то что не хватает как будто бы а он просто подскажет вот ты как бы есть на тебя укажет то есть ты не будешь больше нигде искать потому что задача мастера указать на мастера внутри тебя чтобы ты прекратил эти поиски дурацкие ну и не искал бы там нигде потому что все в тебе царствие небесное внутри вас блин об этом христос все читают как-то мимо этого не ушей я тоже так не не понимал читают у нет я не то что читаю не всплывает надо о как это было право тета неинтересно блаженный нищий духом там или поставь щеку там другую понимаешь какая интересная штука даже вчера видео записал про щеки просто купить о надо писать то что когда ты попали по щеке вкратце ты будешь первым то услугу услышать про что видел если ударили по щеке по одной это значит что ты был в это время не осознан и тебе нужно собраться так как заинтень колокольчика на медитацию прийти в себя то есть я мир ударил по щеке этот мир и есть ты то есть ты сам себя как ударил по щеке и вторую куда должен поставить уже сознательно осознанно присутствовать на моменте не сжаться и ударить в ответ не убежать не еще чего там такое мир нисповедей за что это все привычные схемы такие до мышления раз ты получил по морде от мира это это произошло с тобой именно ну ты в этом как бы вот по ответственно понимаешь это так ситуация сложилась ты получил по морде это для чего-то нужно либо да по любому вот я к этому веду что ты сам себя ударил для того чтобы проснуться и очнуться искать ты во сне посмотри это хлопок одной ладони вот он бьется так в ушах у тебя заняла такой поставлю вторую щеку и поверю так это или нет вот и все да но это знаешь это вот прям как мне вот понравилось тоже льва николаевича толстого у него тоже он же тоже размышлял на тему вот этой и вот это осознание того что непротивление злу силой но у него все-таки там было разделение на зло и добро не сопротивление злу силой это вот один из выходов то есть это такое на самом деле ну во первых принятие до принятие того что с тобой происходит то что происходит сейчас даже насилие тоже сами вот и осознанность того чтобы подставить или например помнишь он тоже говорил в евангелии тоже сказано что отдай отдай ему и верхнюю одежду если что-то такое да я просто сейчас точно не помню забрали у тебя что-то отдай верхнюю одежду или там когда он говорит что там там было вот много таких похожих фраз но это прям такое прям знаешь прям вот осознание осознание момента того что ты с одной стороны с одной стороны вот кажется что это такая вот любовь такая вот которая растекается по отношению к друзьям и врагам и нету вообще разделение враги да и ты вот раздаешь эту любовь остальным вот это конечно такая тоже мощная история которая это же ведь тоже про осознанность это же тоже про вот эти вещи которых ты говоришь вот да конечно просто там ну то что любовь это однозначно то есть то что вот этот любовь это есть мир это это способности ты как бы сознание дали любовь тут и тоже просто объясняю смотрите в этот момент происходят разные вещи которые как бы противоположны друг другу ну типа там война и мир там любовь ненависть но это происходит прямо здесь сейчас в данный момент и это присутствует благодаря чему или какому свойству или какой какому качеству вы это может происходить все одновременно не на ум больше ничего не приходит кроме как это любовь может любовь на но все прийти приемли все принимает все все возможное как солнце всему светит до для всех тоже со мной здесь поэтому вот это сила движущая жизненно как бы вся в любви все происходит здесь любви того дела понимаем это или нет не допустим мы раздаем это потому что мы как бы как вы по-христиански самоумоляемся до такой степени что мы растворяемся в этой любви либо это я отдаю я не такой добрый так и щедрый я совершал нет и добрый поступок за что мне будет или знаешь или знаешь возьми боже что мне не боже есть такого же есть такого поэтому здесь вот и насчет толстого там не сопротивление это непротивление но это про это же это противо стал противопоставление она может на каком-то уровне может так ничего на уровне коментом умственном таком почитаю допустим тоже самое хагавальгиту для те арджуна и кришна там ведут философский разговор такой типа мочи работайте братья типа того там же мои родственники друзья нихрена ты не понимаешь поэтому это все тоже слишком много этого человеческого когда вот принесенного вот умом нарисованы для чего это нужно там как лучше сопротивление настоящий момент он не такого не не хватает чего-то недовлетворительные надо что-то исправить что-то изменить ну это все просто ты идешь как бы против воли божьей поэтому когда ты смиряешься сдаешься принимаешь все отпускаешь все свои обидочки и раздражение то ты как будто бы ну типа все просто одну как бы я говорит это очевидные вещи правильно там об этом написано куча книжек и фильмов но как бы я могу пересказывать это просто научиться этот текст и говорить понимаешь он будет звучать по разным даже я просто говорил то что да это просто говорю как бы я как вот так вот чувствую вижу ощущаю переживаю и потом обнаружил что то что они там писали о так это вот ну как бы теперь я понимаю про что это нет никаких противоречий почему это люди вид противоречия не цепляются каким-то там нюансом деталям тонко разница каким-то а я такой вижу больше общего что ну такого целого такое ощущение как будто понимаешь по все понимаю что такое любовь и страдание с каком но в коже время без этого знаешь без человека угодья знаешь такой грех есть христианство угодья потому что ну что там такой человек человек это просто тоже некий образ мысли надуманный фантом какой-то короче говоря человек не может просветлеть потом даже не скажем страшно то есть вот человек он просветлеть не может слышал такое выражение данным тоже не я вот честно говоря знаешь я такого выражения не слышал вот я знаю что но как ты видно и заметно и по крайней мере кто там говорил тоже из более таких как бы знаешь старших говорили о том что то форма то форма жизни которым мы сейчас основном находимся она не совершенно мягко говоря вот как и поэт но с точки зрения опять-таки того что ну короче говоря это не рай на земле здесь мы не сможем его построить вот соответственно если это не рай то здесь и просветлеть особо то и не получится так вот легко вот можно получить какие-то крупицы но это это прям вот такое золото золото которое нужно хранить ну как хранить то есть это не каждому еще ну как бы то грубо говоря дано такие вещи пережить там ощутить так далее то есть я слышал такую историю ну понимаю какой набор обычных представлений да это кстати не факт что я нахожусь именно в рамках этих вещей каких-то понимаешь я понимаю мне это кажется мне мне это кажется я искренне хотел бы думать что все могут в какой-то раз мы только захотеть да только продвинуть вот этот пальчик наверх просто постараться что-то получилось мне ничего не получится артем все это бесполезно обречено бросает понимаешь я рад бы но тянет понимаешь я вот все тянусь с телу и стены вот вот разберись кто тянется кто это тянется посмотри интересного баста кстати подсказал спасибо смотри вот кто-то тянется к чему-то чего он там не знает куда да и вот он зараза мучает тебя как тебя короче вот он страдает но если ты развернешь внимание и посмотришь а кто это там тянется то есть строит страдает и мучается и разберешь его по полочкам не увидишь что там нет ничего кроме мыслей и кроме представления идей и это видишь это или узорная ты все то есть вот так это и ты придешь туда куда ты ходил попасть но не той который хотел попасть понимаешь не человек поэтому я говорю человек не может просветлеть уж человек это набор тех вот иллюзий сама по себе иллюзия как он может посредить ты же иллюзии ну то есть его нет ничего там никому просветлевать ты понимаешь но когда это все отваливается то вот она как бы просветление царство небесное там царство божие как угодно как как назовели рай ты вышел ранее за построить и надо устроить зачем устроить ну то есть у кого как боже здесь ну что тоже все условно это просто мысли рай от а кто это думает но такой интересный вопрос который тоже себе периодически задаешь но по крайней мере я как бы тоже размышляю на разные подобные темы вот поэтому я значит я так думаю что выбери одну тему берись на одной теме а поймешь о чем бы я не поговорил это все одно ну да 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 вот вот сразу тема не сбивают просто ищи кто это где это происходит там разные вопросы не все об одном тоже ты прав ты говоришь это разные но об одном и том же например кто я да есть такая практика от мовичара рамана махарш там вот то я кто-то говорит типа задавая себе вопрос где это происходит тоже хорошего вопрос вот все что происходит где это происходит может ответить прямо нет серьезно ну вот нет но с точки зрения материи ну конечно я могу тебе сказать не не прошло такое с точки зрения материи ты зачем усложняешься с точки зрения материи что я вот здесь сижу условно так нахожусь в квартире я понимаю что здесь квартира она вот присутствует кстати знаешь вот интересная мысль вот что вот условно вот здесь я например нахожусь в комнате до определенный так но я по крайней мере слышал эту тему от адвотистов тоже чтобы я нахожусь вот сейчас комнате определенных что находится на кухне я как бы не знаю соответственно его и нет да точно вот такешьте к этому и подталкиваешь подсказка происходит где это прям ну где восприятие правильно не все а где в тебе в уме сознание как никак не назови это потом уже потом разберемся а то что ты не ощущаешь не видишь не не слышишь того нет ну тоже прям очевидно ты можешь об этом подумать и это в виде мысли появится типа земля круглая есть еще как там планета например но это быть может она будет как будто тоже она будет тоже где эта мысль она будет опять же в тебе понимаешь то есть как ни крути она все в тебе но вот сознание присутствует что реальные вещи что нереальные вещи но а больше нигде этого нет но она эта мысль по сути говоря вот то о чем ты говоришь там о планетах то вот когда ты предположим находишься да то есть ты задумываешься на в комнате о планетах но на самом деле она не решает вот эта мысль о планетах не решает того что есть у тебя сейчас как я понимаю но вот с точки зрения того о чем ты говоришь решая не решать вопрос пробуждения вопрос даже не пробуждение а вообще вообще того что у тебя творится в твоей в твоем назовем это сознание в твоей голове она не решает вопрос того что но твое состояние не решает вопрос то есть она тебя просто уводит на какие-то да не имеет ни никакого отношения то есть по сути говорят и ну ну говоришь о том чтобы вот этот наш беспокойный ум который как ужин сковородки довертится и подкидывает нам разные мысли там насчет планета какой снег за окном там да и дали что происходит стране эмоции да вот когда ты останавливаешь свой ум на точке ну назовем так . сборки том кем ты являешься но в данную данную конкретную секунду вне будущего вне прошлого ты возвращаешься до тебя настоящий момент становишься сознанием до которое все воспринимает и наблюдает в реальности вот тебе такая практика на этом больше другой нет никакой все установка помогает как инструменты это называется медитация ты есть состояние где ты есть медитация по сути то есть это изначальное состояние не то которое мы там достигаем она как бы изначально есть по структур человек забыл и надо спонтанно люди это попадают такой о чем-то задумался о чем-то задумался ну просто как бы был где-то был здесь просто не в этом как бы в иллюзорном мире не фантазиях не все так это работает с помощью самого прошения и вытаскивание своего внимания из вот несуществующего это такая как бы ну как тренировка короче ну то есть ты реально не ручь удерживаешься сознательно там усилием царстве небесные усилия бить пока твоя практика не станет самодвижущейся такой ну то есть она вот с чем-то можно сравнить сначала ты делаешь усилия в этом направлении потом начинает происходить все трансформация ваш регулярно постоянно потихонечку все и потом она как будто бы становится такая безусильная вот безусильная то есть она такое больше присутствие становится сам по себе даже если ты выходишь куда нибудь там на звезды на планеты такой раз возвращаешься обратно возвращаешь она тебя сам как бы сама возвращать то есть уже как бы особо но не имеешь к этому отношению она самопроизвольно такая ну как будет идет идет себе даже больше скажу но это же продолжается просто скит инсайты ки открываются танки 5 сюда же когда ты находишься как будто бы не здесь сейчас опять там мысли воображение ты как будто все равно как бы воспринимаешь то это вот основа ну суть всего истина она как бы сама есть просто она как бы и это тоже включает туда не получается что любое состояние даже осознанность это на сегодня состоянии может быть на сумасшу это неправильно неправильно просветленный я говорю я говорю о том что обычное состояние с 1 обычное состояние сознание то есть как бы истинное состояние сознания конечно не по разнице между осознанными осознанными посветленным просто как бы вот на прикинь как какая ересь дикой но если бы наверное в вашем разговоре были бы санитары они бы уже давно понимаешь увезли тебя и меня как знаешь как как сократа тоже и уже да 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 но он да вы ебался я читал он период на людям ну как он там я читал мне книжку кстати у истинит прислали книжку я стал немножко читать про сократа до его приговорили к смертной казни там большинством голосов демократически суть истории суть истории какая была он просто ходил до людей до ебался если так вот я почитал я узнал про него он к ним такой подходил и начинал что-нибудь там домогаться до них а ты такие блин да не лезь ты ко мне уже не знаю а он такой что ты философ да типа что самый умный ну такой наш примерно такой сократ был мне кажется такой представился мне такой старичок который прикалывался на семью а чуть что он такой а я сам не знаю я так спрашиваю спрашиваю вопрос дает и типа говоришь ты себя называешь таким авторитетом а я вот эти сапочек позадаю и он такой загоняют в тупик вот такой был сократ поэтому люди конечно обозлились на него да ну христос тоже ходил тоже вот проповедовал ну и многие тоже ну это вот как как в этом но как ни назови там да тоже платоновская есть такая такой миф о пещере когда да конечно вот эта вот история когда вот он поднялся из этой пещеры ему значит эти оковы сняли он поднялся вышел из этой пещеры увидел огромный красочный мир и решил спуститься вниз чтобы рассказать людям о том что как бы там красота и надо выбираться наверх и а потом возвращается и тут ему говорят ах ты так там никакого мира нету сейчас мы тут тебя и пригвоздим да вот поэтому тут такая история с точки зрения окончательной истины некий проблем абсолютно ну типа ну и что это все показалось это просто такое все под контролем короче можно все там нормально идет вот понимаешь да я вот тоже думаю что благо такой думаю у самого что все под контролем все нормально это все это все бог понимаешь это все что вот то что происходит это бог а как мы можем но допустим кто из нас лучше знает как надо жизнь или или какой-то человек я смеет что жизненно она как бы что нужно принимать и ну да ну да транслируем принимаем туда-сюда пропускаем энергии через чакры макс я очень тебе благодарен да давай за беседу если за предлагай да ты скажи если ты был бы рад там поучаствовать в но просто с трансляции там просто созвониться но как бы на каналы условно если мы можем это сделать давай сделаем ну расскажи подробнее что это будет как ты представляешься это я вот честно говоря вот примерно вот так и представляю как мы с тобой рассуждаем но единственное может быть я могу подготовить там просто вопросы тебе которые обсудить да почему нет артем мы сейчас с тобой разговариваем вдвоем а тут получается можно пригласить да еще и они будут смотреть и еще вопросы тебе задавать да 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 никакой да для меня это да ровно хорошо просто по трансляции вот и все конечно я единственно не надо там время подготовить там я тебе думаю что вышли просто вопросы ну как бы так в рамках того что ты можешь высылать можешь не высылать вопросы не париться и главное подумаешь чтобы тебе это было как называется эффективно продуктивно например у тебя как это у тебя канал у тебя там люди правильно они да ты должен заинтересовать то есть тебе там надо этим надо больше подумать они не просто некий вопрос я понимаешь я вот говорю я больше не как-то как тебе сказать конечно классно когда у тебя там ну какое-то количество людей там не знаю побольше там ясно аудитория побольше но я вот честно говоря его знаешь я как-то вот за этим особо не тянусь мне мне важно как-то может качество какое-то для меня это вопрос насколько это будет там как завлечь как там вот эти вещи мне они не не плану все равно же ты допустим смотри артем ты же сам допустим он предложил какой-то анонс правильно у нас в гостях там вот и ты должен как бы надо подготовить хоть там описание там меня представить чтобы вы людям было интересно мало их там или много какая разница уже не должны как-то но вниманием сын зацепиться на чуть-чуть это будет о ком это ну и чудо хрен это в любом случае конечно поэтому там да посмотришь там ничего про не написать скажет там вот мой тренер там по самобороне пошел в бумаг нет макс я не считаю так я наоборот знаешь вот есть мне понравилось господи тихом доне вот был там такое интересное описание значит момент когда я забыл уже всех героев но я помню саму суть значит один из главных героев значит в одну значит в белую гвардию идет значит за белых воин да потом идет краза за красных воюет потом опять у него какая-то неразбериха он непонятно за кого воюет и возвращается в этот в этот дом к себе домой и уже просто знаешь хочет такого хочет но как я по крайней мере это ощутил хочет покоя найти в себе покой понять суть и вообще понять что здесь происходит кто я и что здесь творится и вот это вот мысль а вот этот переход но знаешь там в этом вы в индийских всяких вещах это обзывается брахмана кшатрии вот этот переход к шатрия воина до преподавателя брамана учителя вот это вот я вот в тебе вот увидел как такой момент потому что ты связана непосредственно конечно у тебя тренерский опыт там вообще огромнейший и но мне кажется вот этот переход у тебя он какой-то такой получился достаточно гармоничным и ну интересно пообщаться на такие темы интересно пообщаться хорошо я не против спасибо тебе большое я был рад тебя увидеть давай взаимно тоже великолепнейший человек макс санитары не принесли не вызываем ладно спасибо есть вопросы сенсор макс отвечает подпишись на телеграм-канал иди по ссылке в описании